доброго времени садок дорогой зрители как всегда рад приветствовать тебя у себя на канале и сегодня мы продолжаем нашу историю киберпанк 2077 призрачная свобода и мы наконец-таки сейчас доделаем эту миссию которая растянулась вместо одного куска на два уже даже и на три в общем не будем затягивать и полетели продолжать так значит нам нужно получить доступ к второму передачу а это значит что и это значит что там будут че я не удивлюсь еще и третья понадобится вот и конечно очень сильно доставляет много дискомфорта тот маленький факт что я начал новую игру с событий вот отсюда до событий призрачная свобода вот и собственно из-за этого что погнали устраивать дичь а а а а а а Сандовиста нам хреново Че возле моей мотоцикла стейшн? Катина Ну ты вовремя вообще перебил тебя Да, ну ёлки-палки, а можно попасть сегодня? Спасибо Спасибо СООЛО Так, есть тут че еще интересное, это что? Че-то отвлечение, отвлечение, отвлечение Так, апстерс, да? Правильно? Правильно Че тут у тебя? Это все что у тебя есть? Ну вот Маловато То есть прыгать по кондиционерам, правильно? Так, чекнем, че тут, че тут, че тут, че тут интересного Интересного, интересного Так Эй, это твоя мама? Все в порядке? Ага, все нормально Точно? Выглядит она не очень Может тебя кого-нибудь позвать? Да, ничего ей не будет Она два дня на брендансах сидела Скоро встанет голодная, сожжет че-нибудь и будет жаловаться За голова болит Нормально все Я сейчас на минуту подключились к передаче И сразу убегу Как хочешь Словано Я ж говорил, придется еще к третьему ехать Ну вот Что, не работает? Не может быть Если ты прямо очень хочешь, я могу тебе сказать, как его починить Если ты реально хочешь исправить Старости люди забывают, как это делается В общем, надо сначала выключить, а потом Включить Могу тебе подсказать, где искать Включатель, если ты мне заплатишь Что? Интересно Не 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 Первый Вдруг Сказать Я не знаю Я не знаю Вдруг Я же обещал сказать где искать на выключатель ангел есть давай сыграем горячем холодный помните кричать когда ты будешь идти куда надо сокращать и справишься ну короче девчуля такая себя Тут есть чё. По подсказкам. Офигенный подсказ. Горячо, совсем горячо. Офигенный подсказок. Офигенный подсказок. Не буду. Ох, видимо так чувствуют себя те, кто получают инфаркт. Чё там, Джонни? Классно, Джонни. Спасибо. Спасибо. Я тут ни при чём. Это намек. Тебе надо шевелиться, время уходит. Я делаю, что могу. Угу. Угу. Подождать за несколько часов. Я получил кодекс. Отлично работаю. Могу начать сдерживать Аврору Америка. Как только они приблизятся к границам пищи города, мы будем знать. Получилось. Уже есть сигнал с датчика. Мне нужно несколько часов. Скоро позвоню. Ну, собственно, здесь арочка у нас закончена. Да? Да. Простой способ спуститься. Ну, погнали. Ладно, давай смотрим. Чё мы тут насобирали? Ээээ. Так. Ну, это, конечно, хорошо. Но мне бы, как... Позвоню. Копперхэд тот же самый, наверное, был. Дробашики. Так. Тут ничего, короче, интересного. Давай смотрим дробаши. Вот есть дробовик. Сатару апнуть тоже, в принципе, не мешало бы. Это дробовик. Стандартный, стандартный. Стандартный. Блин, они все стандартные. Вот всё хорошо, но... 148, 59. А, у него скорости нифига нету. А у меня скорость какая-то... Ну, не ладно. Нифига. Надо разобрать. А ты у нас... Ух, вообще жесть. Скорости нету от слова совсем. Не нравится. Пистолет-пулемет. 12-50, 12-50, 17. Ну че, вот есть хорошее. Разобрать. Так, я там не наколдовал себе в минус. Не, вроде хорошо. Так, теперь давай смотреть, что здесь. будет там нафиг вообще не нужно. Шмотки дофига. Мусор можно продать. Ге-гей, даже нарушить. Нашел, офигеть. Ладно. О, я компонентов себе наделал. Дикс. Ну, короче, че, мы можем сделать вот так. Подождать, там, после 3 часа. А то слишком серия короткая получается. Подождите. Алекс. Привет, Ви. Если ты закончишь, с передатчиком можно закануть. Эээ, я же дух отрабатываю. У меня уже какая-то бутылка себе что-то особо. Сейчас обычно тяжелее всего. Че-то она, походу, уже пригубила. Ага. Окей. Я получил ключи шифрования. Харон, экзотикс. Чистая работа. Привет, привет. Все хорошо, спасибо. Как ты? Когда все кончится, гости меня, пион. Тотой. Да дай поговорим, о чем ты хочешь. А пока, докладывай, что ты успел сделать. Соми вышла на связь. Есть новости. Так, рассказывай. Во-первых, к операции все готово. Можем работать с клиентом. Прямо бальзам на душу. А во-вторых, Сойка мне объяснила, в каком она положении. У нее все очень плохо. Надвижно только на матрицу. Я понимаю, Ви. Это значит, что мы должны провести операцию безупречно. И получить то, что ее спасет. Сторит. Она такое рассказала, нам надо это обсудить. Конечно. Только позже. Мне по телефону. И вот еще что. Тебе надо установить чип, который обработает отпись к личности. Отправляй координаты клиники. Рипер будет тебя ждать. Скажи ей, я знаю, что ты собираешь вещи временно объединяющие войны. Так она поймет, что ты от меня. Ну что, километр их можно и прокатать. Что? Знаешь, после разговора с тобой я никак не знаю, почему у меня осталось ощущение, если бы не ты. Что за воспоминания разговора. все. Все. Ну, короче, она вот эта вот манипуляция манипулирует. все это ради того, чтобы Ви ей, короче, помог, не думал, что она врет. А мы уже, в принципе, поняли, что что-то она как-то там решит. Поэтому. Ну, такое, ребят. Я, конечно, думаю, что... Охо-хо-хо, нифига себе. Вот это жесть. Ага, спасибо. Приехал. Как бы то ни было, я считаю, что ее надо поручать, спасать, потому что девочка не страдалась уже. Вот. Сейчас мы возвращаемся, да? Так, это я, что получается, вместо посетить клинику я еду к Алису. Ну, это дополнительная миссия. Думаю, надо быть. Очень ладно. Ее можно ускорить. Что я сразу не прочитал. Можно ускорить это прям в разы. А, ну, безументно. Можно было от ИП-хунца вообще просто. На изи. Ого. Пригасим. Подвеска отрабатывает. Да подвиньтесь, елку, полка. Папа едет. Эй. Эй. Эй, чё, как? Ты пришел? Я же чуть-чуть выпила, чтобы успокоить нервы. Нет. Нет. Я не ожидал приглашения. Не ожидал? Правда. Не понятно было, чего ты от меня хочешь. В любом случае, отдыхать иногда тоже надо. Я тебе написала, потому что хотела с кем-нибудь поговорить. Чтобы не с конторы, но и совсем с улицы. Хотела ненадолго забыть про задние задания. Никем не претворяться. Хоть пару секунд. Не знаю, понимаешь ли ты. Хорошо. О чем ты хотела поговорить? Ну, не то, чтобы у меня был подробный план. Было бы круто немного побыть обычным человеком. В смысле, с собой. Настоящий Алекс. Только я. Только Алекс. Что-то звучит так, что я нажимаю кнопку, мне тоже надоело притворяться, и они сейчас пойдут уединяться, вот честное слово. Давай. Ну, я тоже так хотел. Надоело стрессе. Крутого наемника из-за сети. Эй, кстати. А кто ты вообще, если не наемник? Хм. Трудно сказать. За последнее время столько всего случилось, что я не знаю, как ответить. Наверное, время покажет. А скажем, ты не думал, кем бы ты был, если бы твоя жизнь сложилась иначе? Ну, отыгрываем уже тогда арку, что делать? Направлял бы улицами, по крайней мере, к Хейвуду. Я знаю. Думаю, у Падре было бы на что. А вы знакомы? Ну, как я его знаю, вот он вряд ли им наинтересовался. Ну, давай. Давай. Твое здоровье. Теперь, твоя очередь. Кем бы ты была, если бы не стала секретом агентом разведки? Актриса. Так уверенно сказал. Я всегда мечтала видеть себя на афишах, играть в мюзиклах. Серьезно? Актриса. Вот такая старомодная. В общем, я стала бы звездой в Брэйнг Таунсу. Та-ха-ха. Так, 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 так. Ммм... Не удивительно, это очень старый фильм. Мне нравятся трагические персонажи, а на эту героиню я даже немного похожа. Мы обе не умеем устанавливаться вовремя. Замечты. Только они дают нам с Эйтисом. Даже не поспоришь. О, я люблю эту песню. Окей, окей. Выпил, музыку послушал. А чё такое расслабон? Прикольно. По-поп лотина, прям по-русски написано. Вижу, ты не часто это делаешь. Если танцуем, да редко, что меня было. А я не братан, сын, не важно. Ну как бы смысл в том, что Ви, если ты не понял, она мне говорит на то, что надо я там приобнять, туда-сюда, а ты тут, блин, это в воздухе, вот это вот. Барышня, прибухи, а вот это ты, вот это вот. Да, да. Но мы справимся. Я знаю. Чё, всё. Мы вышли из бара, когда во всех оклах погасли. Ну всё, ладно. До свидания. Фу. Так, всё. Эту арку мы закрыли. Бежим. В тайник можно чё-нибудь туда это кинуть, чтоб на всякий случай... А давай-ка дробовик где-то вот. Всё равно тут же дофига чё можно скинуть. Снайперку можно тоже скинуть. Тут пистолет. О, смотри, как разгрузят. Кайф. Нравится. Всё, погнали. Кайф. Нравится. Кайф. Нравится. так это нужно я так понял куда-то а все таки он там hello 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 you free to do free there yeah прием закончен у меня есть кое-что интересное это вряд ли собирайте вещи времен объединяющие войны извини за неласковый прием тех пор как рядом разбился шаттл приходится осторожничать рад тебя видеть ты меня ждешь ситуация меняется быстро и непредсказуемо решил поговорить лично я хотел обсудить соми я долго думал о том что случилось пытался поставить себя на ее место хотел понять какие чувства ей двигали и почему она решилась на предательство сомневаюсь что у тебя получится риф тебе не надо спасать свою жизнь я знаю что такое смерть я смотрел прямо в глаза она попала в ловушку не сейчас много месяцев назад может быть даже лет это все за мерс она терпеть не может проигрывать сойка и черный заслон должны были дать политическое преимущество не удивительно что сами больше никому не доверяется разве что тебе немного считаю что сойка должна доверять тебя не мне ты сторона это логично я сам и ноут разве ты мог что-то сделать иначе что-то мог никому не помогло что я покорно остался сидеть носить за тысячи километров от нее сойка знает что ее ждет она перестанет перед судом и получит огромный срок ее жизнь не оборвется счастье то что майорс хочет взять ее живой простит ли она попытку покушения на себя мя то что майорс не простит не значит что я не прощу ты был что она тебя тоже пыталась убить ее часто принуждали идти против самой себя она имеет право на компенсацию ну ладно вот мы отобьем ее у Ханса и что дальше увидим в безопасное место обсудим с ней пару вопросов пойдем к пониманию если услышали те ответы которых жду сам помогу еще никто ее не найдет даже майорс значит хочешь задать ей пару вопросов я хочу ее понять могу даже представить что она скажет система сломала ее и чуть-чуть не убила как и меня разница в том что мое время прошла вот еще можно помочь и ты меня разводишь чего еще ожидать от того кто столько лет вербовал агентов ты не спайс да нет послушай ну поражай мысль у меня есть связи в европе мы даем лучшую клинику там вас вылечат и поставят на ноги если мы не писем это ваше лекарство но сначала я должен помочь с вами успокоить ее я боюсь она не понимает что делает ты ей не доверяешь я не доверяю тварям из-за черного заслона и паранойи которые они вызывают и мы имеем дело и с тем и с другим у нее есть какой-то свой план я в этом почти уверен ух ты блин вот тоже тут интересный момент что мы делаем то как бы на ее его сторону я знаю план она хочет бежать типа выдать ее окей понимаю о чем ты у тебя есть план действий я принес тебе кое-что творение лучшего умов из вашингтона ледокол серебряная пуля для любого нетранера фаридо оставить его в твою систему во время операции воспользуйся им и с вами потерять сознание за минуту нам нельзя рисковать она когда проснется будет уже дома ух ты блин ты уверен что он сработает вряд ли его дезистировали на нетранерах в уровне сойки как мне передали эта программа будет угадывать их действия прежде чем она о них подумает пока ледокол закрывает один путь он уже идет по другому этот снаряд летит в цель огибая препятствия Сойка может засечь его все таки не средовой нетранерша имеем дело в его основе гиперагрессивный металлорг даже если она сориентируется это ей не поможет с этим никто не справится в одиночку как мне воспользоваться как мне воспользоваться задействую когда вы с ней подключитесь к серверу в этот момент с вами будет уязвима все это плохо кончится почему не обязательно слушай даже если ты ее поймаешь надо ожидать того что может случиться что угодно в какой-то момент жизни перестаешь чего-либо ожидать сначала найдем то что спасет жизнь вам убоем потом еще поговорим мне пора по своим делам оставлю тебя на попечении фариды позвони когда-то вылежишь чем быстрее начнем тем быстрее захочем надо как-то и не передается как хочешь хочешь чтобы тебя за руку подержала нет ничего не надо садись крест и не видишь сначала обезболивающие не волнуйся качество топ просто расслабься и план для изменения личности сложная штука но сама операция на ответвление простая честно говоря никогда не слышал таком значит футуристично это прототик фару и его тащили из руин научного проекта милитеха 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 закрыл его закрыли просто стер все упоминание о нем говорят он был секретным политик политика кажется анестезия действует присутствует в Жёстко. Сколько пальцев я показываю? Хорошо, ты всё так живут, Бодр. Ага. У тебя от меня что-то надо? Хотел поболтать. Других собеседников у меня нет. Скажи мне, каково это быть предателем? Ты хочешь искать агента ФРУ под прикрытием? Блин, ты поверил в эту байку. Сходил на модную тусовку, получил пару комплиментов. Вот ты уже суперагент. Всё дальше. Сраной медалькой пора в свою честь. Можешь же твой день рождения выходным днём сделать? Я себя офигею и... А если серьёзно, ты сейчас такой жопен, что клуб же некуда. Пистолет уже у тебя в руках. Пора приставить его кому-нибудь к башке и выстрелить. Супер шпион и неуправляемый агент. Что это? Трагедия? Или комедия? Ладно ещё Рид, но она-то чем тебе не нравится? Скажем так, я хорошо понимаю, что каждый из них чувствует. Она больше всего хочет выжить. Это несмотря на то, что я, может, давно стал ядерной бомбой. Такой, которая всё время делает ошибки и может в любой момент взорваться. А Рид, мы с ним одного поля ягоды. Если бы я не сбежал из армии, буквально стал бы как он. Жил бы по принципам и умер из-за принципов. В этом все трагедии Ви. Одни должны пасть жертвой благих намерений, другого. Вспомни об этом, когда будешь стоять рядом с этим странным бункером, нейродиском. Кого бы ты выбрал на моём месте, Джонни? Сойку или Рида? Я и так на твоём месте, болда. От тебя зависит моя жизнь, только я херчего могу сделать. Но видит Бог Ви, у меня нет ответа. Я в душе не представляю, как тебе поступить. Я не знаю. У меня никакого понятия. Понятия... Всё готово. Морфимом план на лице установлен. Нужен только поведенческий отиск. И сделаю одложение. Не рассказывать мне, зачем всё это нужно. Может зайду, если ещё что-то понадобится. Ну что ж, ребята, нас тихо, планомерно подготавливают под то, что скоро будет какая-то жесть. И что придется выбирать чью-то сторону. То есть уже не один раз нам об этом говорили, неоднократно. И вот Джонни сейчас очень хорошо так прям здраво наехал. И вы знаете, я думал, вот эти все подготовительные моменты. Пускай этот эпизод будет немного коротким, потому что я чувствую, что после звонка Рида начнется какая-то лютая дичь. А вот сейчас хотя бы арочка закрылась с подведения к моменту выбора с дополнительными изменениями в имплантах Ви. И вот, соответственно, следующая часть, я думаю, как раз будет уже непосредственно весь движняк и весь сэрбор, где придется походу принимать какую-нибудь, какую-либо сторону. Собственно, давайте, сегодня будет короткий эпизод. Легкий, ненавязчивый. На сегодня все. Подписываться на канал, ставьте лайки, колокольчики. Обязательно общайтесь в комментариях. Всех вижу, всем отвечаю. Вам счастья, удачи, любви, здоровья. До новых встреч. Всем пока-пока.